Добрый день, 9 ноября 2022 года. Мы едем с вами на набережную Немо. Грубо говоря, едем к Лонжерону. Вчера увидел фотографию в паблике Лонжерон 1900 года. Не узнал его. Обрывы, почти как на Сен-Жеке. Очень нетипично для этого места. Сейчас, конечно, все выглядит абсолютно по-другому. Красивая арка, мне очень нравится. Видимо, с тех времен. Такой тут смарт стоит. Видите, это поновее модель, чем моя. И это электросмарт. Так что вы понимали, есть еще и такие, но они прям дорогие. Действительно, там ценник такой, по-моему, 13 тысяч долларов. Но это уже нормальная машина, прям совсем. Честно скажу, что смарт машина неплохая, но за свои деньги. Вот за то, что за 3 тысячи это хорошая машина. Но не больше, мне кажется. Пальмы стоят такие. Здесь, не знаю, на зимовку, может, их готовят. Море спокойное, спокойное сегодня. Рыбаков сегодня много. Видите, даже женщина рыбак есть. Все рыбачат. Сегодня тоже такая дымка над морем. Она еще осталась. А с утра прям над городом был такой. Тоже туман. Но не такой, как вчера. Поменьше, но тоже был. Летом сюда спускаться нельзя было. Но сейчас уже, видимо, можно. Но не актуально. Очень прикольная птица плавает. Она ныряет за рыбой. Сейчас я сейчас ее увижу, вам сниму обязательно. Так круто она прям, видно, ныряет. Вода с нее прозрачная. И видно, как глубоко она ныряет прям под воду. Очень красивая инсталляция здесь. Возле гостиницы М1. Мне очень нравится, как сделали дверь такую. Там, по-моему, где-то было написано сальва еще. Или на ней, или под ней. Но сейчас, к сожалению, туда подходить нельзя. Потому что такая вот лента здесь висит. Так бы я подошел поближе, показал вам поближе эту дверь. Но порт снимать тоже не хочу. Напоминаю, сегодня у нас 9 ноября. Народ еще некоторый даже загорает. Посмотрите, сколько людей. Люди общаются, отдыхают. Классная атмосфера здесь, конечно. Одно из самых интересных мест Одессы в плане ресторанов. Терраса, ресторан. Красивый здесь вид, конечно. Красивый дизайн. Оно же не новое далеко, но держит марку до сих пор. Уже показал вам на фото, какой был лонжерон в 1900 году. Вот такой он сейчас. Совсем другой, конечно. Но в этом году он в полном запустении. Посмотрите. Все заросло. Поросло. Перекати поле. Надеюсь, следующим летом все будет по-другому. Люди будут нормально отдыхать. Вот этот пляж, который называется Плиты. И весь мой опыт, можно сказать, загорания на плитах. Но вот он сводится именно к этому месту. Возле двух шаров на лонжероне. Здесь была группировка подростков, которая загорала на плитах. Это считалось, я помню тогда, не то что более элитно, но так, поизысканнее. Потому что вода почище. Но это в моем поколении мои знакомые. Ну и другие загорали под двумя шарами остальные все. И там была, можно сказать, своя группировка. Не знаю, есть свой кайф в загорании на плитах. Потому что, как я уже сказал, действительно вода чище. Ну и сразу глубина. Вы прыгаете и уже можно плавать. Смотрите, что стало наверху. Только появилась еда, как активировались все чайки. Ведь ребенок кормит птиц. Вот тут столько сразу претендентов на еду появилось. КОНЕЦ Эти две группировки. Группировка чаек и группировка голубей. Они так, как будто между ними линия идет. Голуби с этой стороны, чайки с той. Ну, я смотрю, что чайки лидируют, конечно. Помощнее, помощнее. Бедный воробушек здесь. Затесался. Да. Да. Если сравнивать набережную Небо вот с этой частью лонжерона, то, блин, здесь почти вообще ничего не изменилось. Вот как я в детстве ходил на пляж, все то же самое. Эти два шара. Плиты. Ну, вот эта кафешка такая непонятная на плитах и все. Больше ничего нет. Вот эти кафе, да, но они прям, видите, как сделаны ногами немножко. Они, ну, здесь более-менее недавно. Как недавно? Относительно, конечно. Здесь вот появилась такая пешеходная зона, но, честно, она не особо впечатляет. И здесь мало кто гуляет, насколько я понимаю. И самое смешное, что многие люди еще умудряются говорить, что вот та набережная Небо, которую я вам показывал в самом начале, это какой-то кусок Одессы, который отобрали ту города и изуродовали. Но мне странно, честно говоря, это слышать, потому что вот есть чем сравнивать. Угрюмая такая вот пешеходная зона. Да, и вот Немо, набережная. Пишите в комментариях, кому вот что нравится больше. Вот это тоже новодел. Но он вот такой немножко корявый. Тут даже вот как-то идешь, и такое ощущение, что все в запустении. Вот из каких-то креативных изысков вот такие вот, посмотрите. Крылья здесь есть, на которые, наверное, тоже потратили какие-то деньги. Но вот они выполнены очень так. Ну, есть вопросы к этому, конечно. Такая, видимо, фотозона здесь должна была быть. Ну, а по сути, зомби-ленд, если сравнить с набережной Небо. Не знаю, может, там какие-то есть подводные камни, про которые я не в курсе по поводу Немо. Пишите тоже в комментариях, потому что я, да, слышал много раз, что вот людям не нравится. Людям не нравится пешеходная зона, да, аллея в Аркадии многим. Ну, понятно, потому что раньше были деревья, тут еще можно понять. И не нравится вот эта набережная Немо тоже многим. Что вам нравится больше, напишите в комментариях. Ну, я думаю, на этом можно видео и закончить. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессой. Мирного неба над головой. Всего вам хорошего. И подписывайтесь на мой телеграм-канал «Препод от Бога». Очень легко в поиски вводите эти три слова, и будет вам счастье. До свидания и до нового видео. Нашнее видео тоже не обойдется без котов. Видите, здесь в гостинице Немо вот такая вот инсталляция. Кот. И такая рыбка. Кота зовут Чилик. Любимый кот Немо и талисман Лонжерона написано. А я весь Ground seадал, и crocodилет. Вот сегодня все.